всем привет из калифорнии привет в общем это видео я хотела бы сделать а на болевшем я вообще тут чем больше нахожусь тем больше у меня почему-то возникает вопросов я когда жива в россии у меня тоже были вопросы и я как бы не находила на них ответы приехав сюда у меня эти вопросы они как бы переформировались и я опять на них не нахожу ответы в общем такой замкнутый круг получается у меня постоянно какие-то вопросы вообще я это видео хотела сделать о размерах здесь которые в сша существует и о товарах которые сделаны для сша потому что я все рассуждаю своим бытовым умом я там не политики я люблю политику послушать но разбираться там в каких-то вещах я вообще этого не умею мне этого не надо я все на все смотрю на бытовом уровне вот простой российской женщины я вот и поняла сейчас что оказывается у нас есть как бы сказать два варианта изготавливания вещей вот я насколько поняла видимо сша свое производство вынесла за пределы своей страны там в таиланд и в камбодже есть вещи китай много делает но видимо вот эти вот фабрики они расположены за пределами сша но все размеры и которые изготавливаются на этих фабриках они предусмотрены для жителей этой страны америки есть видимо другое производство это китайское производство там размеры сделаны на китайцев и вот такого плана допустим туфли 42 размера они не навазят даже на 38 размер или допустим там 50 размер футболка она мало будет на 44 размер и вот с такой ситуации я как бы столкнулась в россии я вообще переросток своей семье у меня 168 рост и я самая высокая своей семье я как бы по комплекции у меня 48 размер 46 48 рост 168 и размер ноги сороковой ну вот я вот такая вот родилась у меня мама папа все маленькие мама 158 сестра 158 и когда я одевала в россии каблуки вот 10 сантиметров я люблю как бы обувь на каблуках я становилась под метр восемьдесят и вот этот размер ноги мой он как бы не бросается в глаза это в совокупности со мной он нормально смотрится я как бы из-за этого не комплексовала в принципе никогда там но у меня всегда была проблема купить себе обувь на мою ногу я вообще не могла понять почему я не могу купить себе обувь и я потом поняла что я не знала вот как бы это сказать я не могла понять потому что я не знала что такое есть это вот как примерно в мексиканском ресторане когда вот у меня рик спрашивает что ты будешь кушать если я не знаю что там есть я и не знаю что я буду кушать и также с обувью я знала что у меня есть эта проблема но почему она почему у нас в россии нету вот допустим если у меня 40 размер то я прихожу и покупаю 40 размер по-нормальному но я почему-то должна просить 42 размер чтобы на 40 был одет в общем до меня это не доходило и вот только приехав сюда в америку я поняла в чем в чем дело то где тут собака то зарыта это вообще для меня тоже конечно открытие я когда только приехала мы с риком пошли магазин сразу я каких-то китайских кроссовках приехала но в легких потому что вещей много с собой везла у меня не было нормальных кроссовок и вообще у меня по жизни как бы были кроссовки там но я все время мне мне уже даже без разницы были какие они лишь бы они мне подошли и конечно я не могла допустим себе купить там кроссовки за 6 7 тысяч меня просто рука не поднималась покупать такую дорогую обувь я даже удовольствие не получу от того что я купила там его за 7 тысяч эти кроссовки и я что их в удовольствие буду носить да я там их не в грязь не одену не в дождь это ты не получаешь удовольствие ты будешь трястись над этой вещью всю свою оставшуюся жизнь и в общем мы пошли с ним магазин на следующий день как я прилетела ну там тушку пить еще какие-то мелочи я тогда вообще еще не ориентировалась совершенно и вот в общем я сказал что мне кроссовки надо мы пришли в магазин и я увидела такие красочные кроссовки у меня кстати много фотографий в этих кроссовках они такие все разноцветные мады ин китай я их одела они были тридцать девять с половиной размер ну в общем они мне нормально так нога легла все но со временем как бы потому что по размерам не вот не хватило но они как бы тряпичные там палец немножко выдавился так скажем выступать стал но ничего страшного но проносив вот эти кроссовки год вот сейчас я вот их тут осматривала просто я уж не буду показывать они все равно такие как уже не новые и вы знаете я не нашла ни одной и как сказать из тертости там еще что ты вот этот по размеру вот палец который там какая-то пленка или что вот загораживает это охраняет как бы палец то вот и вы знаете там вообще даже не трещинки не потертости я ведь их год носила я там и в грязи где-то была в них ну конечно тут по суше но факт тот что состояние просто идеальное и вот в какой-то день я конечно куда-то отправилась по магазинам и у них вообще я еще хочу сказать что в америке я вот со своим ростом и я в россии всегда как бы очень крупная женщина была на фоне остальных там на фоне мужчин на фоне женщин потому что у нас поменьше средний рост все равно в россии здесь я вот со своим ростом 168 я здесь совершенно средний человек даже можно сказать и невысокий тут вот ну примерно такого роста все конечно не беру во внимание мексиканцев я говорю про американцев про мужчин я вообще молчу тут они вообще как бы такие это крупные и и росты как бы сами по себе вот и в общем зайдя в магазин я увидела как бы что у них полки 10 размер 11 и 12 это женские я пошла в 10 отдел 10 10 размер это получается 40 размер вы знаете я когда начала мерить эту обувь вот я правда скажу я там два часа стояла я какую не одену мне все подходит это просто это было что-то вот для меня вообще не не вообразимое потому что я до этого я как только праздник какой-то у нас на мероприятие там на работе или что мне надо туфли купить я все магазины бегу мне ничего не навазит почему-то все вот эти вот сороковые размеры написаны они видимо на 38 предусмотрены но сейчас я понимаю что китайцы то они же размером то гораздо меньше чем россияне с такой же проблемой я столкнулась в тайланде мы когда ездили всей семьей то у меня я уже сказал что у меня вся семья мелкая и поэтому они там себе что только не набрали этого тайского потому что тайцы тоже маленького размера и тоже и обувь у них нет я себе не могла там купить мне принесли даже один раз сорок первый размер шлепки я там купила и в общем получилось что у меня пятка вот так вот немножко свисала и я себе от того что она свисала я себе такую страшенную мозоль там набила я потом ее не знаю две недели лечила не могла избавиться ходить не могла и я поняла что для россии это вот шьют вот эти вот тайцы китайцы которые по комплекции это вообще и близко с нами не стояли и вот у меня возник вопрос почему как как это сказать я вот в своей стране жила я работала там силы отдавала а мне моя страна даже не может пошить мне обувь своим гражданам по ихней комплекции получается вот я вам еще скажу такую вещь я здесь пришла спортивный магазин я уже говорю что я вообще люблю спорт и я как бы кроссовки там вот тоже у меня все время проблема была купить еще раз говорю за 6 7 тысяч у меня рука не поднималась а там то маленькие то кожа вообще какая-то там совершенно не гнется не сгибается я здесь зашла в магазин спортивный и тоже там были выставлены вот кроссовки 10 размера женского я тоже я как начала их мерить мне вот если это 10 размер то это вот мой размер он идет здесь размер в размер знаете я честно скажу я чуть не прослезилась от того что я такой удобной обуви я в жизни не носила у меня вообще нога с детства как бы большая и поэтому у меня с детства эта проблема нету мозолит вечно потому что я как бы еще вроде ребенком была допустим все носят там 34 размер дети а у меня нога допустим 37 естественно я 37 размер это уже получается женские как бы женская обувь то модель женская а я еще ребенок и поэтому а детской обуви такой нету и в общем как бы я все детство там из-за этого страдала вот но потом я превратилась во взрослого человека и получилось что даже модельная обувь на меня ее нету и в общем короче говоря и вот эти кроссовки я когда стала мерить конечно я вообще во первых то цена то естественно несравнимо с 6 7 тысячи рублями это в долларах получается 200 долларов и в общем я опять это мерила и мерила и в общем у меня видимо это моя больная тема я себе конечно здесь набрала обуви удобный комфортный которая мне подходит по размерам и в общем то конечно я вот даже вот от этого я счастлива но я не могу понять почему на на российских граждан не китайской и не тайской комплекции нам мы не можем лекала что ли дать наши в эти фабрики я я вот этого не могу понять в общем у меня в россии был вопрос почему я не могу купить себе обувь на мой размер а живя здесь я сейчас не могу ответить на вопрос а почему мы носим одежду размеров китайцев и тайцев хотя мы по сравнению с ними крупная нация вот это до меня как бы не доходит так ну ладно бог с ним я вообще еще хотела в этом видео рассказать о том какое тут качество вообще делают для америки именно для америки видимо фабрики вот эти вот которые за пределы вынесены и они как бы там все это делается чтобы в америку привести в общем я конечно опять тоже тут смотрю на все с той стороны что я в россии купая допустим вот этот товар я бы очень сильно сомневалась я и тут его покупали я вообще очень сильно сомневаюсь что ну фигню какую-то купила ну ладно на один раз пойдет а так как у меня я как бы косметика не очень вообще интересуюсь ну во первых я не интересуюсь тенями потому что у меня папины глаза и у меня веки как бы на наплывшие и мне хоть на красть тенями за 5000 хоть за 1 доллар у меня эффект один и тот же и потом я тоже не не интересуюсь там кремами этими тональными крем крема потому что мне как бы тоже повезло у меня не проблемная кожа как бы не сухая там нету прыщиков в этих этих весну шаг ну как бы нормально вот и поэтому я как бы этим не интересует но вот по помаде по лаку там допустим это меня как бы но всегда волновало потому что я допустим россии могла купить вот вак и дорогой очень и он у меня почему-то вообще не сох допустим купить дорогую помаду и она вот такая вроде дорогая хорошая я накрашу и она у меня вся вот как вот растекается вот туда вверх вниз вот по губам то и поэтому и думаю господи такие деньги отдала за это удовольствие то я не получила как эффекта то нету которого я ждала и вот здесь вот я и потом я вообще решила покупать всегда дешевую косметику думаю если хорошая нормально нехорошая я ее выкинула и не расстроилась что я столько денег отдала вот и здесь я как бы приехав сюда я тут тоже думаю зачем бы дорогую покупать мы когда первый раз там поехали с риком покупать вот мне кроссовки еще что-то я тоже купила три лака но тут они были по 7 долларов нормальный ревлом вот я даже и взяла вот такие вот производства сша но я не бьюти-блогер я просто у меня видеоролик вообще о другом вот такие вот лаки не по 7 долларов но я ими красила какое-то время потом стала более-менее осваиваться тут магазинах ходить смотреть где там что подешевле но и все и как-то зашла в магазин в долларовый этот доллар 3 у них тут смотрю мексиканка набирает столько лаков всяких я подошла посмотрела в упаковке эти лаки висят все я тоже взяла вот такие вот два лака попробовать вот такие вот этот производства сша тут